Вилли Вонка, спасибо огромное за донат, мое почтение. Как тебе новый трек Дипиш Мод? Кто-то говорит слишком примитивно-минималистично. Давай послушаем, я не знаю. Ну опять же, тут точно смотрим так, потому что... Иначе капец. А у них разве когда-то... Не, у них свой саунд такой интересный, но в целом-то по-моему по самому материалу у них всегда был. Это было достаточно так... Простовато, можно сказать. Это были, конечно, интересные моменты. Для Вейланд лет в 50... Ну, короче, смешал разные вещества. Лимбискет мне не очень. То есть мне не нравится. Знаете, в чем прикол? Песня на самом деле хороша. Она просто примитивная относительно самих же Дипиш Мод. То есть это как бы обычная их песня. И... Ну, соответственно, кто-то ждет, типа, что сделайте что-то радикально новое, но чтобы как старое, но вообще новое. Ну, то есть зависит просто от того, что люди ждут вообще от Дипишей, какие ожидания. Эти ожидания просто у кого-то были обмануты, и эти кто-то и говорят, что, типа, песня слишком примитивная. Она простая достаточно. Она... Ну, не какая-то незаурядно великолепная, но эта песня в их стиле. И она норм. Просто она как бы, ну, как всегда, грубо говоря. Ничего невероятного, и поэтому люди, может быть, и недовольны. От хрена ли вам должны что-то невероятное делать вообще? Не нравится? Просто иди другой, слушай. Если можешь лучше сделать в стиле Дипиш-мод, сделай сам, почему нет. Я бы послушал с радостью. Пусть это даже клон Дипишейвы, но если очень хорош, почему не послушать? Донатка для меня лучше всего? Сбербанк. Не знаю, наверное, ну, Яндекс может. Меньше всего лагает просто. Господа, я прошу лайков поставить на стрим. Вижу, все еще их мало. Если что, потом уберете их. Просто стрим надо продвигать в предложку. Рекомендации. Ну, он как бы хорош, но по-своему тоже неудобно. Так что тут спорно. Наверное, даже может быть Яндекс, там, малюсенькая комиссия, зато удобно. Так честно. Типа я просто думаю, что мне дороже, удобство или, там, 2 рубля и 100 рублей. Наверное, удобство. Напустим. Блин, вообще, наверное, будет, но если за очень много денег. Если кто-то, ну, часок надонатит. Ну, и жалко громче не сделать никак. Ну, вот, Тирам говорит, что, как бы, он... Ну, я не хочу, там, смотреть за 30 за минуту, аниме, честно. Здесь будет только на Сбермогу, наверное. Ну, вот, надо скооперироваться с Тирампом. Он, вроде, тоже хочет, чтобы я на Boosty пошёл. Чё-то там посмотрел. Ну, я, в целом, особо не хочу туда ходить. Мне по многим причинам это особо неудобно делать. То есть, если, как бы, очень много всего уже есть, что там хотели бы люди, чтобы я посмотрел, ну, тогда, конечно. Корнел почему умер? Тоже передозировка, но, вроде бы, лекарствами. Ну, типа, блин, в английском языке drugs. То есть, вроде бы, это были лекарства у него от какой-то там... В педерике же написано. А, нет, короче, сейчас... Из-за передозировки какого-то лекарства, вместо того, чтобы подавить депрессию, он её спровоцировал. По-моему, что-то такое. И, вроде как, из-за этого повесился. То есть, версия официальная такая. В теориях заговора говорится, что, там, педофильское лобби его убило. Потому что они с Беннингтоном как-то против этого выступали. Вещества были. Ну, вещества... Что там? То есть, в его случае, это просто, насколько мне известно, был не какой-то именно... Короче, не жесть какая-то, а, типа, просто слишком много таблеток каких-то. Или кто-то не рассчитал там дозы. Ну, что-то такое. Ну, короче, на самом деле это всё очень, конечно, грустно, когда почти все музыканты, которых вроде как ты уважаешь, просто вот заканчивают так. Как бы я хочу прожить... Всех пережить вообще. 200 лет хочу жить. Жизнь обожаю, очень нравится, просто лишь бы не заканчивалось. Субтитры сделал DimaTorzok